ом агена темиранда сия янаджа нашего кля чакш урун миллиторами на то смои шри гравейном аха джанэ вишну пасжива бахти бимала воду махарашки идея же он что пачка бахти судхир госвая махарашки идея thereby чтобы пачка бахти нир мало черема хорош кииде я уничтопала бахти разом Olympus махарашки идея я умею чтоб от парамахам сапаре ради качаря варя что-то еще мод факты сунду oyta дев гасы махарашки давайте баррамахамса саппарирована Явтих и качарья я романа что то Расста ш Thanos бахте Рах-ш reinforce дарeln вgment с butterflies. Бхгаалан сила бахти силянцев расadata鉄 правопод телепат здесь Hippie Chowajira Idesababababababababababababababab해 все firmly and happens in от Chitananda Blogaw se murtata так уроки идеально что патчева джаганат хадас бабы же махарашки день сиропа на гуру арбики джайна матча решила харидас так уроки джайна коти ващнау ринды ки джай сочетание сразу от матка чарел ринды ки джай и щипа 3 джай роман прабу ки джай джайон вишну патвиш вареньем силачи бахти видан с вами про покупать ки джай джай си гуру парам параки джай джай и что повышает еще очень бахти дан с вами джай спарикара 6 гуру гуран гаган хоро герит хори жуки джай джай шигири раз горт ханки джай джай шинрисим хадэ в прохват махарашки день ящи мать и туси махара не в ринды дэви ки джай бахты ори крыша дорогие преданные все наши поклоны дандават и рады всех видеть на нашей дневной программе вот какой вопрос у нас есть кости я пыталась просто вспомнить когда-то я слышала лекцию на кисель и по-моему с вами хорошо такой вот озвучили на прям вот очень запомнилась мне это фраза что ну и я хотя может быть если я неправильно я поняла может поправить меня хотят люди ищут духовной близости друг с другом а из-за того что они неправильно себя воспринимают они в объязи бросаются телесной близости из-за этого испытывают разочарование так но это же основной парадокс этого мира все хотят любви но из-за того что наше восприятие что мы в центре что мы потребители вот соответственно мы воспринимаем что этот мир нам должен принести наслаждение в первую очередь как раз через противоположный пол пол примеру или но основное просто чувство этого мира он может по-разному проявляться это это желание так сказать любить любить она трансформируется желание стяжать вожделение и соответственно этот мир поэтому такое такое есть что парадокс заключается то что мы все хотим любви подданной любви в результате строим свои взаимоотношения исключительно на уровне тела на уровне справедливости на уровне ты мне я тебе вот о чем угодно кроме любви вот и поэтому пока живое существо она не поймет что любовь это не чтоб нас любили а то что мы любили и а любовь она что такое любовь это она всегда отдающая то есть она не потребляющая если она и потребляет то только но со знаком того что как служение то есть ну как вот гуру гуру до гуру дефон ему не нужно ничего то что ему приносит на самом деле но он потребляет это потому что он он посредник между господом и и и душой душа она имеет стремление отдавать любовь да то есть она и без стремления что-то дарить она хочет дарить это бескорыстно безвозмездно испытывать при этом любовь но в этом мире живое существо не могут принимать подарки потому что никто не способен переваривать подарки подарки это мало но получить подарок и нужна же еще но сила воспользоваться этим подарком правильно а так как жертва она душа она хочет бесконечной жертвы то естественно образом никто жители никакого этого мира никто не сможет принять эту жертву бесконечную жертву только кроме кроме господа никто не может вас принять гуру в данном случае является посредником между душой и бога он принимает для того чтобы занять энергию живого существа в служении господа обычные живое существо просто себя поставьте на место вот вам подарили там машину примеру да но мы счастливы боже будем какое-то время да подарили вторую машину ну мы еще больше счастливы но уже напрягается начинаем подарили третью как бы уже как бы вообще как было у нас уже начинает головная боль появляться как бы эту машину нужно храниться держать а еще невозможно сразу на трех машинах не вот и вот все время и головная боль появляется как этим всем пользоваться как как это все потребить только господь может одновременно на трех машинах и гораздо больших количествах ездить поэтому должны понять что мы ограничены и нам на самом деле как живым существом не так много надо господу нужно безгранично всего а нам нужно совсем чуть-чуть и господь он может дать все что все что нам нужно для того чтобы мы служили ему поэтому пройти вот эту трансформацию от себя негативного к пониманию своего подлинного предназначения это вот как раз но мы все ищем такого гуру которого мог бы мог бы эту ему научить но для этого гуру должен быть обладать любовью правильно то есть если у гуру нет любви это ну значит он очень очень каким-то другим вещам почему говинда махараш да говинда махараш это личность которая в полной мере обладала этим качеством любить любить принимать любовь дарить любовь подарки самое интересное что подарки ему дарили какие я помню вообще когда подарил бабочек каких-то через катьяне я просто почти не могу объяснить почему какие-то игрушки и когда хотели сказали как он взял у меня ты был найти бабочки понятно что они вообще но говинда махараш боялся обидно не боялся не хотел видимо обидеть те кто пытался коровы у него коров было неверенное количество но груда вам просто говинда махараш он просто реально он как бы любил от всех я и явно это житель не этой этого мира то есть поэтому мы должны понять что такие личности они приходят но они принципе при готовы всегда прийти в этот мир господь готов посылать их просто обычные живые существа не готовы к таким вуру хотят хотят внутри потому что ну каждое живое существо хочет этого но не все готовы после к этому это нужно но иметь какое-то сукритие отсутствие зависти много чего нужно причем это внешне может никак не выражаться поэтому но с другой стороны с другой стороны если мы рассмотрим то есть такое понятие как беспричинная милость да то есть что но это такой всегда специфический вопрос почему как предопределено не предопределено вот но грудев говорил что просто те кто приходит к этому пониманию уже многие жизни идут аскезо эпитемии из жизни в жизнь паломничество по разным местам изучение священных писаний служение очень долгое ну то есть как тюрьма очень долгого содержания то есть кто-то уже понимает как выйти из тюрьмы начинает понимать и поэтому всегда имеет вопрос личностный момент то есть кто мы где мы находимся по отношению к чему находимся вот поэтому ну вопрос то в чем что запомнил суть понятно а вот именно интерпретация этого потому что время от времени так вот я например здесь же тоже но наша задача вот если люди встречаются в нашем пути мы просто всем каких-то карму каких-то обстоятельств и как бы им вот на и вот этом языке простом попытаться то что кари крична все в храм бежим а вот именно вот эта идея вот этой прекрасный суть вот нашего пути ну тут два пути либо научиться просто слушать людей но для этого нужно иметь качество не загрязняться этими людей но с участием выслушать людей как бы и можно даже ничего не говорить как бы особо ну это нужно опять же любить людей вот чтобы но то так проповедовать либо другой способ это не сходить на уровень людей начинает говорить на их нем языке вот входить их выходить но опять же момент осквернение то есть это очень тяжелая работа то есть то есть написать это нужно то чем оба дутмахараж занимается то есть вот он не сходит на этот уровень как бы там туда-сюда входит в роль этих людей как бы начинает их как бы это самое закручивать и раскручивать как бы занимает чем-то а потом как бы ну говори уже где-то как-то в нужный момент он говорит ради чего все это и то если людям это как бы уже созрел интерес какой-то это это очень дует так это очень серьезное искусство поэтому мы то чем занимаемся мы практикующие преданные которые учимся учимся служить учимся проект ну то есть мы практикуем преданное служение учимся проповедовать если для нас ну каждый день это это обучение то есть но вот идем на улицу идем там дома там все пришли в семью там пришли на работу там куда угодно пришли вот там пришли там в храм на проповедь там допустим пришли какие-то люди новые но просто мы постоянно находимся в такой некой среде обучая обучение то есть нас ежедневный класс скажем так в интерактиве таком то есть и мы должны понять что вот жизнь практикующих преданных она должна вот стать вот такой а живущих они просто живут им не нужно там усилия какие-то предлагать что-то делать как вот как грудек он просто сидит вот к нему пришли приходили люди как бы он смотрел на людей так и все всем становилось понятно у нас просто другое желание нас желание но надеть маску такую же и попытаться стать таким же но это просто абсурдно правильно мы никогда такими не станем мы может быть только теми кем мы есть сами на самом деле поэтому это наше богатство и вот как только мы поняли что она не уже никого изображать из себя а можно быть самими собой вот и практиковать духовную жизнь именно соответствии со своей природой вот но естественным образом понимая что у других тоже своя природа и мы должны действовать но соответствие не доставляя беспокойство другим живым существам давать им тоже волю такую вот то есть ну как это должны жить своей жизнью но не выпячивать не навязывать другим свое кого понимание всего происходящего вот тогда может быть достигнута некая гармония люди могут каким-то образом тянуться к тебе да то есть тебя они что-то от тебя ждут что рассказал они же тоже самое главное не пытаться пародировать копировать ну вот гославе махараджи на этот вопрос когда ему задавали но а как проповедовать он говорит что сами понимаете то и проповедуйте то есть то что сами вы реализовали то это будет подлинно после если мы что-то не понимаем что-то пытаемся изобразить как бы но что пытаемся заучить или сам скопировать кого-то это же но но абсурдная попытка люди все равно не примут это то есть ключевое слово что сами реализовали что пережили себя ну конечно ну это ну и надо и повторять надо для того чтобы пережить ну в данном случае у меня вот эта фраза вот прям вот который я вот ее пыталась своем умею прокрутить чтобы как бы да вот ну как бы сказать рассказать ну не люди пусть мне это например есть вот так как сложилось что я как их местно но у меня есть друзья которые там софико да она там на рынке и вот она ты что-то знаешь что кошки молчишь я делаю господи может меня груды проверяют еду я я не проведаю я наоборот меня уже неоднократно она ты что-то знаешь и молчишь господи ну что за я уже а я пытаюсь на ее уровне там как там хотя какая-то такая местная необычная динозавр и вымирающий тип людей то есть такие она какая-то есть 70 лет она на джипе ездит она там вообще местная детстве мы крайне суликом суфи боя сулико она грузились а есть еще как-то угрыбая на цену гряда такая вообще украшенным белый цвет такая динозавр скорпион по гороскопу вот она она я пишу про слышно на нет у нас есть наш иисус христос я должна просаду она просад ела при вообще взахлёб надо просто рассказать о чем иисус христос вообще проповедовал уже другой шаг два принципа самый главный который сус проповедовал возлюбие бога всем сердцем всем существом всем разумением вторая задавить возлюбить ближним как самого себя я когда-то была христианкой ну просто есть люди которые они все равно останутся при всех своих при всей всем понимании то что сознание кришны она гораздо глубже объясняет все эти духовные науки и все равно останутся христианами в силу традиции всего понятий каких-то там окружение какого-то определенного потому что но сейчас человек который жил всю жизнь там в обществе определенному скажет я теперь мы его просто как и в своем сообществе просто вылетит он не смотрит и больно старость лет он не сможет даже поэтому ну как мы просто вот но полем по течению скажем вот у нас есть конечно какие-то проекты там да ну какой-то там это эти проекты наши они но как это сказать они имеют место быть но мы должны понимать что хочешь рассказать насмешить господа расскажем о своих планах и проектов как мы мы имеем проектом построить храм как бы да там сделать там удобные комнаты для гостей там еще что-то улучшить стандарт поклонения там но все у нас этой есть там организовать какую-то проповедь там организовать там на пандоре какой-то там проповедические лагерь да там в эстонке там организовать сельское хозяйство понятно что у нас все это есть и эти проекты но как это будет все складываться вот поэтому мы что делаем просто расслабляемся плывем по течению пытаемся делать все от нас зависящее в данном потоке соответственно не забыл пытаемся не забыть о главном чтобы как бы не увлечься какими-то внешними вещами всех этих процессов господь он все видит главное всегда оставаться искренними там но привел нас человек позитивному человеку мы проповедовали сами вдохновились человека вдохновили вот привел к негативному можем оскверниться соответственно думать почему мы стали общаться с этим человеком ну какие бы ну другие слова нужно было сказать как может быть потому что негативных труде нет на самом деле это просто несостыковка неких энергий вот поэтому ну как наш так сказать вождь как-то говорил да учиться учиться и учиться всегда учиться просто но вот он говорил учиться одним вещам но он не был наш на каком-то этапе наверно тоже был наш гуру потому что и у демонов тоже есть гуру но даже понять что насолили но коммунистами очень но они почти все взяли жизнь из духовного просто они убрали бога из этого всего и подставили какую-то некую в центр поставили человека просто ну а потом еще и человек был отброшен куда-то там да и была номенклатура партии то есть номенклатура партии стала богом и как бы все эта история которая показывает некие позитивные вещи некий негативного даже вы научиться видеть во всем этом нечто позитивное ничего не изменилось там что во времена каусы каусы всех это самое подогнул под себя там всех обустроил заставил себя молиться то же самое комсомольцы да все стали комсомольцами со столиком все молиться немножко все придет другой вид как другие формы другие декорации а суть происходящего осталось одна и та же приходит господь который соответственно выбирает камсу выбирает демонов лива происходит вечно просто вопрос нас самих где мы находимся часто мы влили и видим что это лива происходит либо мы просто продолжаем жить в иллюзии потреблять этот мир как бы в своей иллюзии как лива она же только связана с такими вот масштабными людьми мы тоже можем себе представить что мы тоже влили нет нет живого что который не влили есть заблуждающиеся живые существа которые не понимают этого а есть которые понимают все простое но мы сегодня утром об этом говорили просто у кого-то при катекущих пленных это как всплески осознание да я чего еще парюсь как бы все же но все же по воле господа происходит вот есть люди которые даже об этом не думают они просто думают как это все разрулить как добиться как достичь чего-то как завоевать потом падают попадает в скорбь от того что него не могут переварить все это а а телесной любви вообще-то даже разговор не идет это просто вот иллюзии из иллюзии просто ну каждый кто понимает понимает о чем речь он понимает что рано или поздно каждое живое существо на столкнется с правдой а телесной любви не дает радости в том-то и делаешь это вот от начала до конца иллюзии понимание как правильно понимание как это называется на сискрите дает понимание того что ли что так у нас как она осталась дракция как потеряется здесь у нас хорей киши но вот так вот со стороны христианства как проповедовать наши идеалы вот моткой практически можно какие-то и их не в него допустим я регулярно приходится проповедовать христиан но они очень хорошо относятся но именно сознание кришна я не сюда я пытаюсь на их нем языке говорит допустим нет паблолита с бихари они там были церкви прислали там вот вот я рассказывал что вот как и мы попали в церковь там где самопроявленные иконы до вечера может расскажу если будет ну суть они пришли на следующий вот был день николая чудотворца вот они пошли в эту же церковь там вот эту там самопроявленные иконы божьей матери то есть на стекле сама по себе проявилась божьей маме это в инеме там в адыгее вот будут день святителя николая чудотворца они сняли икону и поставили для поклонения там центре церкви ну этот праздник и а когда они сняли на месте иконы проявился лик николая чудотворца они сфотографировали и мне прислали бихарис валитова то которых мы останавливались там я вот одному нашему человеку который христианин я вода слава говорит о горит я что я говорил вот так мы с ним общаемся но а он любит кришнаитов как хорошо относится очень там нам в храм периодически приходит там палочки просит просад почитает то есть ну просто ну то есть просто разные христиане есть такие вот ортодоксы которые как бы не понимают того что бог-то один но не может такого быть что господь явился там 2000 лет назад и это а и больше ничего не было ни до этого не после этого как бы все господа такая вот разовая лива какая-то но это . в океане просто вот одна из волн бесконечное количество вам прохупада об этом кстати говорил с вами говорит это вы писать его но океан волн одна из волн так раз лилась связаны с христианством а все остальные ли это другие лила господа вот поэтому как сознание кришна на чем но она может любую лилу раз так то раз так травать то есть и рассказать почему господь явился в этой форме почему он так себя являл почему вот именно вот так бы вот наша традиция на сосредоточена вот и эксклюзивно на господи читания и это вот самая такая вот для нашего сердца она самая такая лила как близкая потому что ну она очень такая очень гармоничная но она даже по отношению к другим лилам она очень такая вот никакой вот агрессии нету там никакого зла нету там потому что даже христи иисуса христа она напомнила скорби более такой очень даже вот в израиль приезжаешь кота он чувствуется вот это лива наполненная боль во-первых связано с самим еврейским народом с иисусом христом вот это раз и распятие это там уничтожение там там много чего было вот а тут господь читания у него тут начала до конца лива она полностью вот такая вот очень гармоничная такая вот даже вот нам приводим пример что трудно смотреть фильм когда все хорошо да там а вот именно вот это лива она вот как раз удивительно тем что здесь действительно все хорошо и она не надоедает то есть она всегда как бы почему-то вновь привлекает и там какие то есть даже какие-то но негативные вещи они связаны с какой-то скисером с каким-то позитивным спором с кем-то учеными там да там победы над этими учеными там какие-то вразумление каким-то людям там там встреча с царем не отказ общаться с политиками там ну какие то такие вот они в принципе но такие безобидные скажем так низ не связаны с кем-то с кровопролитием или еще чем-то поэтому это один из как бы одна из грани только даже к доказе отношения просто выше с барабанами спели и все сразу подняли руки ну да да то есть там дальше маленький вопрос я крошечный можно я вот когда начал чан божила здесь недавно месяц назад и я когда работа там пришел искала квартир наверное хотел дом купить или и я вот с ней шла прошло три человека шла самое последнее и смотрю на и на деле висит икона николай чудотворец как странно что навести тут лес домов нет и где нет и вот собственно как бы я ее взяла не знаю надо было ее брать или нет она у меня дома лежит поставьте бы почему не кача творится это как грешно проявление но это святой понимаете это вайшнаф он просто он это преданный господа просто на своем ракурсе он служит но если к вам пришло почему нет просто прячем дело единственный момент то что всем святыням всем святыням нужно уделять время и внимание давайте если мы начнем всему 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 уделять у нас просто ну физически не хватит времени там и и в церковь сходить и в мечеть сходить и туда но мы просто не сможем там в эскон сходить нужно правильно нас даже в эскон на самом деле времени не отходить давайте хотя но это наиболее близкое нам течение поэтому ну даже какой-то время понять что нам нужно сосредоточиться на главном то есть на главном что у нас есть гурдев у нас есть служение мы даже сосредоточиться на этом служении вот своих своих своем рамках своих рамках почему некоторые при практикующие позволяет себе неуважение к махараджу ставить себе на один с ним уровень надо ли им говорить о том что их поведение недопустимо как об этом им говорить ну я не знаю какому махараджу и кто ни чего это что же это все строится на личных взаимоотношениях может быть махараджу нравится что такие взаимоотношения на одном уровне говорю все у всех же с разной отношению кто-то нужно понять что это наука о расах то есть любой махарадж любой гуру нё же с разное отношение с разными учениками у кого-то с кем-то в одной расе кого-то с другой это все идет если это гармонично гармонично то это хорошо то есть и не нужно ну просто если у нас другие отношения мы не можем другим людям навязать свои взаимоотношения вот чем дело потому что это первую очередь мы просто таким образом сами оскорбление совершим если будем тем более будем приходить кому-то и говорить что так не стоит общаться с мухаражем там или еще что-то говорить вот ну это это же не на не наше дело как бы может махара махаража наоборот это нравится как больше мы ж не знаем как бы правильно арея кришна так ну что у нас уже во время мы исчерпали лекции практикующие переходы родиться и не лекции слушать диалог идет начинает вещаясь махаражем но это совместная работа называется там махараж просто дал такое служение человеку чтобы лекция не была унылым чтением а был живой диалог который после этой в любых точках зрениях популярна вот и нужно понять что проповедь это некий живой некий живой обмен и когда для того чтобы этот обмен происходил нужно махараджа или гуру активировать активировать чем заинтересованностью вот и для этого нужно нужны определенные люди которые бы активировали эту заинтересованность а противном случае это просто у нас будет новое чтение никто слушать не будет даже вот выбрать этот вопрос бы не задали бы на самом деле почему потому что уже уже какая-то активность пошла уже что-то как бы негативная реакция тоже тоже реакция на самом деле мы должны понять что вот допустим что касается меня я на самом деле нет нет некоторых людей попросил и прошу чтобы умели учились задавать вопросы и задавали эти вопросы чтобы у нас было не какое-то такое унылое собрание людей а именно было какой-то интерактив вот поэтому я думаю что не стоит просто когда вот я скажу за себя скажу когда мне что-то не нравится я обычно людям говорю что мне что-то не нравится я может это не при всех говорю но я говорю как бы вот поэтому нет ничего страшного просто это нужно понять что всегда и проблема в нашем собственном восприятии нам кажется что вот что-то что-то переходит какие-то границы что что как-то вот все нужно понять что иногда преданно он все знает арджуна он все знал на самом деле но задавал кришне вопросы как будто бы ничего не знает и что это происходило это происходило живой диалог это из этого родилась боговат гита то есть диалог что арджуна будучи сам частичным экспансии господа он задает как будто бы не вопросы которые не знает вот ведет диалог с господом самим понимаете чем дело поэтому ничего тут такого нету это махараджи парикши то же самое являет ли его того что он не знает задает какие-то вопросы ведет беседу с шукаделом га с вами противном случае у нас но что у нас какой-то класс такой получится поэтому поэтому не нужно ну как бы у нас есть просто личное какое-то приятие или неприятие каких-то личностей но это все наши иллюзии поймем мы должны понять это правильно это но исключительно наше собственное негативное или позитивное восприятие мы должны просто избавиться от всего это мы должны понять что идет как бы некая некие процессы в этих процессах могут быть все что угодно позитивные вопросы негативные вопросы накал страстей не непонимание то есть тезис антитезис потом синтез какой-то происходит это нужно понять что еще и во времени происходит это может годами длиться это не то что там диалог продлился один один раз как бы на это все закончилось он длиться может отношения они развиваются изменяются вот мы исправляемся вот то есть из и начинаем видеть если мы искренне не совершаем оскорбление не пытая не пытаемся этому даже просто понять свою роль во всем этом вот чем дело вот а пытаться как-то воздействовать но это просто бесполезно на самом деле тем более если махараджу это как бы полностью устраивать и если это еще было связано с непосредственным служением недавно слушал лекцию джайпатаки с вами он вообще говоря одно из первых его служения это было задавать вопросы и он задавал вопросы или проупаде то есть его единственное служение его было он приходил на лекцию и вот придумал какие-то вопросы задавал может даже знал ответы на эти вопросы со своей точки зрения воздал вопросы какой-то время его позвали там на какое-то служение он ушел все группа читал лекцию есть ли у кого какие-то вопросы вопросов не было когда горжалка вот этот праву горит очень хорошие вопросы задать понимаете о чем речь то есть смысл заключается в том что так даже важно знаем ответ или не знаем а вопрос правильно задать вопрос прав правильного настроения в правильном тоне и в правильном но правильно текучий ну то есть нужно понять событийный ряда то что туда идет вот идет какой-то идут какие-то события и вот вопрос заданно уместно в правильном настроении в правильном томе тони он всегда дает некую активацию некой подлинной духовной энергии вот чем дело просто противном случае можем конечно все перечитывать все пересказывать там напрягаться как бы поэтому я отлично благодарен тем людям которые задают искренние вопросы не от не от ума от именно просто или в категории личной заинтересованности действительно что-то не знают люди либо в категории служения потому что это это серьезное и очень трудное служение нужно понять задавать вопросы это очень сложное служение поэтому джиопатакасвами вот он делал это служение на самом деле очень удовлетворяющего правопада это везде проявлено во всех вариантах любой лектор вам скажет о том что когда есть правильная постановка просто некоторые люди они специально учились этому процессу понимаете чем дело и поэтому но мы не будем раз рассказывать обо всех деталях всего этого процесса так или иначе спасибо за вопрос потому что это тоже очень важный вопрос и он может ставить очень очень многие проблемы в нашей голове эти вопросы если мы не ответим на эти вопросы они могут разрешиться просто начнем понимать вообще но принцип происходящего и что происходит на самом деле что такое проповедь тогда и то что мы не умеем проповедь а мы только учимся этому проповедь мы соответственно ну действуем ори хара янама кришна ядавая на маха а а а а а а а а а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...